Здравствуйте! На просторах Рунета уже давно появился и всё чаще и чаще мелькает комментарий, можно сказать, с таким собирательным смыслом. Образования в Ванусе. Фактически его нет. Я бы был очень рад, если бы подобные разговоры шли в реальность. Это значит, что людей действительно что-то волнует и они готовы что-то предпринимать для того, чтобы разрешить проблему. Но в реальности люди разговаривают только о том, какие у них низкие зарплаты и о том, что их не хватит для того, чтобы полететь куда-либо в отпуск в очередной раз. Ну и максимум о том, какая хреновая у нас власть. Я не спорю. Людям и отдыхать надо, и власть у нас на самом деле хреновая. Ну хотелось бы конкретики, реальной, я повторяю. Но поскольку её нет в реале, мы разбираем с вами виртуальные, собирательные, повторяю опять же, комментарии. Что же с этими комментариями? Дело в том, что раньше подобные комментарии звучали несколько по-другому. Они звучали как образование разрушается. А сейчас всё чаще и чаще появляется другое слово. Разрушено. Я считаю, что из-за непрофессиональных действий... А я по-другому. Ну, я понимаю, что здесь, конечно, возможны разные мнения, а разговор у нас сегодня не об этом. Разговор идёт о том, что на месте уже разрушенной системы образования пытаются возвести нечто новое. Так вот, о том, что это за новое и как оно будет выглядеть, речь и идёт. Для того, чтобы понять, как уже в самом ближайшем будущем будут «учиться» наши дети, нам нужно последовательно разобрать несколько вопросов. И первый вопрос заключается в том, что уже на сегодняшний день наши власти признаются, то есть они мало того, что понимают и знают, они открыто признаются, говорят нам, что в стране с учительством большая проблема. Она состоит из двух частей. Первая часть заключается в том, что учительства тупо не хватает. А вторая часть в том, что учителям платят маленькие деньги и не уважают в обществе. Так что же реально делают наши власти для того, чтобы эту проблему решить? И что мы можем тут вспомнить? Ну, конечно же, в первую очередь это майские приказы президента. Ну так давайте посмотрим. Вот он наш замечательный майский указ от 2012 года. И чуть ли не в первой строчке здесь написано, что средняя заработная плата учителей должна была быть поднята до среднего уровня заработной платы по региону в 2012 году. Ну а если рассматривать все это в совокупности, то до 2018 года всем категориям работников педагогических она должна быть поднята. Уж если мы смотрим зарплату преподавателей вузов, то тут вообще до 200% в 2018 году. Дальше открываем саратовскую статистику и видим, что средняя зарплата в Саратовской области в январе 2019 года составила 26 тысяч рублей. Я не буду ничего доказывать, я просто констатирую то, что приходит в голову, когда вы просматриваете данные сайты. Ну, во-первых, это вопросы к самой средней зарплате, правильно? В каком бы регионе вы ни жили, кем бы вы ни работали, у вас по-любому эти вопросы возникнут. Неужели она действительно такая большая? А во-вторых, учителям не нужно доказывать, что они либо вообще не видят и не получают таких денег, либо видят их в квитках расчетных и на подобных сайтах, в новостных агентствах и так далее, но в реальности не получают. Либо получают в реальности, такое тоже бывает, но за огромную переработку и за кучу дополнительных обязанностей. Вот один из этих трех вариантов. Четвертого, как говорится, не дано. Ну, а что же мы имеем, кроме майских указов? Я вообще, в принципе, очень хорошо отслеживаю данную тему и ничего не могу припомнить. Да, конечно, было масса разговоров, но не было конкретики. Даже такой несовершенной и не до конца исполненной конкретики, которой наполнены эти самые майские указы. Даже ее не было, понимаете? Единственное, что вспоминается еще в этой связи, это разговор о проекте, который называется «Земский учитель». Предлагаю с 2020 года запустить аналогичную программу «Земский учитель». Ну, это еще бабка надвое сказала, как будет реализовано. И даже если хорошо будет реализовано, всем понятно, я думаю, здесь никому не нужно доказывать, что учителя массово не побегут в деревне за этим самым миллионом, который еще и непонятно на каких условиях будут выдавать. Так что же получается? Получается, что власть знает об этой проблеме, знает о том, что существует реальная тенденция на увеличение этой проблемы и на разрастание. И ничего не делает? Ничего не делает для того, чтобы обеспечить свое будущее хотя бы на 2-3 года вперед? Да быть такого не может. Опять же, я думаю, никто не сомневается в том, что будущее власти связано с ситуацией вокруг этой проблемы в будущем. Правильно? Конечно же, власть все планирует, конечно же, она думает и она даже начала уже реальные меры в жизнь проводить. Только мы с нашей нормальной логикой думали по наивности, что меры эти будут направлены на различное стимулирование учительства. Ну, например, им будут улучшать условия труда, например, будут повышать их социальный статус, ну и, конечно же, повышать зарплаты реальные, продолжать, по крайней мере, хоть какую-то реальную деятельность в этом направлении. А нет, власти решили по-другому, они решили пойти другим путем. Они решили построить и сконструировать такую систему якобы образования, и они уже ее строят, в которой просто учителей нужно будет меньше. Вдумайтесь в эту фразу. Повеяло? Мам, ты не замечала, что в безличных предложениях есть какая-то безысходность? Моросит. Ветренно. Темнеет. Знаешь почему? Не на кого жаловаться. Я не с кем бороться. Но нам есть с кем бороться. Поэтому пока оставим эту тему в таком состоянии полуответ и продолжим. Что делают с ЕГЭ? Уже значительно проработана на практике система оценивания учеников. Причем как текущего оценивания, так и итоговой аттестации. Называется эта система «Электронное портфолио» и она заменит ЕГЭ. Я понимаю, что для многих это крайне неожиданно, и поэтому предлагаю вам вкратце и быстренько пробежаться по тому пути, который эта система до настоящего момента прошла. Причем начинать мы будем не из самого далека, потому что в самом далеке какие-то находятся размытые предложения чиновников, планы, мечты на эту тему и так далее. Мы начнем с конкретики. Скажу только, что начиналось это все не 2-3 года назад и даже не 5 лет назад. Итак, конкретики. Вот, например, признание одного из самых рядовых исполнителей данного проекта. Зовут его Ярослав Галтин. Он здесь указывает, что когда все начиналось, учителя делились на два лагеря. Я вам скажу, что это неправда. Учителя не делились на лагеря, они все были против, потому что понимали, что ничего хорошего из этого не видит. Кроме того, он здесь ниже указывает на то, что ему самому казалось это все утопия, и он в это не верил. Но нам это не важно. Нам важно, что лично для него это все началось в 2014 году. В течение нескольких лет работы над этим проектом его аттестовали в качестве руководителя образовательного комплекса. Ну, на всякий случай напомню, что это не одна школа, это несколько школ. 5, 10 бывает, больше бывает. Ну, просто потому, что не солидно как-то иметь в качестве разработчика такого серьезного проекта обычного учителя. Согласитесь. Следующий наш кандидат Ярослав Сергеевич Галкин, учитель информатики и ИКТ школы 2051. Пожалуйста, Ярослав Сергеевич. Ярослав Сергеевич, добрый день. В ваших профессиональных навыках есть позиция умения популяризировать новые технологии и практики. Не могли бы поделиться формами такой популяризации? Да, конечно. Спасибо за вопрос. Именно я это указываю на то, что создал свой сайт. И, как показала практика, он достаточно востребован среди коллег и даже среди родителей. У меня каждый месяц где-то порядка 5000 пользователей уникальных. Спасибо. Алла Викторовна, пожалуйста. То, что вы слышали, ответ на первый вопрос из тех, что задают действующие директора. Это я его еще значительно обрезал. Он там очень долго распинался на тему того, как это все хорошо, какие это все инновационные технологии, как много к нему там приходит на сайт и как это все благотворно влияет и на учеников, и на учителей, и на родителей. И вот после этого вопроса, что бы вы думали спросить следующий директор? Добрый день. В своих профессиональных навыках вы пишете применение инноваций в образовании. Поделитесь, какие инновации вы применяете? А до этого он рассказывал не об инновациях, позвольте поинтересоваться. То есть собственный сайт учителя, который он применяет в работе, да так применяет, что там ежемесячно 5000 родителей, учителей и учеников, это не инновации в образовании, нет? Да если бы директора на самом деле волновал этот вопрос, директор бы и задала следующий свой вопрос совершенно иначе. Она бы как минимум спросила, что инновационного кроме сайта применяет в своей работе учитель. А как максимум спросила бы, каким образом он этого всего добился, каким образом он туда привлекает, собирает, заинтересовывает всю эту аудиторию. Но на самом деле, естественно, все эти вопросы заранее подготовлены и, в общем-то, напрямую переданы тому, кто будет на них отвечать. Знаем, иногда и сами готовим вопросы. Нужно это все для того, чтобы прозвучал нужный же ответ. А пытаюсь каждый элемент возможный, который в нем есть, каждый элемент Московской электронной школы, направить непосредственно на результаты, на достижение лучших результатов учащихся. Ну, конечно же, Мэш. Не спеша, целенаправленно эта идея продавливается в профессиональное сообщество. И это главное. Галкин просто попал в струю. И эта струя его несет. Всем плевать на то, как он выступает с точки зрения аттестации. Выступает он на самом деле провально. Главное не это. Главное Мэш. И поэтому задается последний вопрос. Но тогда, заявив на городу и миру о своей семье 4%, вам ничего не остается, как идти снова сдавать, пока 90% не наберете. Абсолютно согласен. Хорошо. Побед, к сожалению, у нас пока что нет. Мы только участники. Но, к сожалению, не попали в призы, потому как нам еще не хватает опыта в этой работе. Скажите, пожалуйста, какое участие вы принимаете в реализации проекта Московской электронной школы? И после ответа на него выносится вердикт. Коллега, вы аттестованы. Спасибо. Саживайтесь, пожалуйста. Аплодисменты. Браво. Дальше 3 года идет интенсивнейшая работа. Например, в 2015 году принимается решение о создании школьного портала в Московской области. И здесь, на первый взгляд, ничего не говорится про портфолио. Ну, если не считать саму вот эту фразу. Портфолио школьника. Но мы будем понастойчивее и пройдемся по всем вот этим ссылкам. Докопаемся до постановления правительства Московской области от 2015 года. А на третьей странице тут конкретно написано, но только что не прямым текстом, что правительству нужно создать именно электронное портфолио. А дальше, на всех ниже следующих страницах, идет конкретное перечисление того, что должно уметь делать и какие услуги должно предоставлять это самое электронное портфолио. В самом низу в приложении к документу указано требование вывести проект на стопроцентный охват школы и организации в 2016 году. В Москве же интенсивную работу по созданию МЭШ курирует в том числе Департамент информационных технологий, который работает под чутким и бдительным руководством московского министра Артема Ермолаева. 6 октября 2017 года Артем Ермолаев поздравлял московских чиновников от образования и лично Исака Иосифовича Калину, который возглавляет этих чиновников с Днем Учителя. И поздравляя их с этим днем, он выдал следующее. Коллеги Сингапура присылают сюда делегацию для того, чтобы изучиться и поделиться опытом, как же это сделать. У них примерно такие же, как и у нас с вами, проблемы в том, что при этом такие же остаются, что есть родители, и основным тормозящим моментом развития и нормальной существования системы образования коллеги считают родителей, а также различные технологичные элементы, такие как группы в WhatsApp или в Viber, где родители собираются и пытаются каким-то образом поменять систему образования. Ну, еще раз, с праздником и рассказать об этом. Это завершение рассказа Ермолаева о том, с какими достижениями и сложностями на пути создания МЭШ сталкивался его Департамент информационных технологий. В качестве сложности, если кто не понял, он упомянул наличие родителей, которые как раз таки и тормозят инновационную деятельность. Ну, интересное мнение и позиция, согласитесь. Кстати, ну так, чуть-чуть кстати, к слову так сказать, министр образования Москвы Исаак Калина не оспорил данное мнение и просто промолчал. Но оба, как Ермолаев, так и Калина, являются министрами Москвы и в то же время являются лишь руководителями среднего звена в деле конструирования нового образования. И вот мы, пройдя, так сказать, от рядовых исполнителей через руководителей среднего звена, подходим к самому главному руководителю. Им оказывается, па-бам, фанфары Сергея Собянина, который курирует работу обоих этих министров. И 7 декабря 2018 года Сергей Собянин встречается с Дмитрием Медведевым, где публично на всю страну, да почти на самом высоком уровне, заявляет о мэре. По словам мэра, система активно развивается. Московская электронная школа была признана одним из лучших образовательных проектов на крупном конгрессе в сфере образования, который недавно завершился в Хельсинки. Конечно, задача сделать более интересным этот концентр, игровым, и в том числе попытаться внедрить, может быть, электронные задания и домашние задания, электронные, контрольные, чтобы формировать уже на этой базе электронное портфолио, чтобы в течение всего времени мы узнали об учащемся, и он накапливал свой портфолио для того, чтобы, может быть, учитывать эти знания при поступлении в ВУЗы. Как вы видели, вот тут официально и всплывает идея создания электронного портфолио, да еще и в контексте поступления в ВУЗы. Ну а что Медведев? Ну а что Медведев? Молчит, осторожно высказывая свой одобрямс. И вот здесь нам важно не упустить из внимания интереснейшую деталь. А именно, Мэш признана одним из лучших образовательных проектов на Большом Конгрессе Мирового Образования. Что это такое? А имеется в виду вот это. Я начал исследовать этот сайт, переведя его на русский язык, и по наитию попал вот сюда, поняв, из каких инноваций он состоит, образовательных. Ну, например, вот прочитал я вот это, опять же, совершенно случайно. Вся инновация заключается в том, чтобы расставить столы, как в Старбаксе. Ясно, понятно, подумал я и продолжил его изучение. Что же я для себя вынес после того, как просмотрел все разделы? Дело в том, что за данным проектом, который представлен на сайте, стоят очень серьезные люди. Все, больше относительно этих людей я ничего не узнал. Они влиятельные, много у них денег, и они серьезные. И после изучения сайта у меня осталось два главных вопроса. Первый. Насколько далеко уходят эти ниточки? И второй, наиболее важный. Уходят ли они туда от нас в эти дали? Или же приходят к нам из этих дали? Вот в чем вопрос, как говорится. Ну да ладно, вернемся на родину и отправимся в славный город Пермь. Что там у нас в Перми? Пермь относительно Московской области немного припозднилась. А вот относительно осторожного одобрямса Медведева даже дала Пальстарт. Впервые о системе электронного портфолио в Перми задумались в июне 2018 года. А вот реализовали на практике ее уже после знакового разговора Московского градоначальника с главой правительства Российской Федерации в начале 2019 года. Здесь они прямо и честно заявляют о том, что можно получить дополнительные баллы, если предъявить портфолио при поступлении в ВУЗ. Ну действительно, от чего ходить вокруг да около. А то, что отстали от Московской области, так это простительно. Наверное, разбирались в причинах того, почему школьники детей и учителей ножами режут. И устраняли эти причины. Но зато, как только все устранили и наладили ситуацию, сразу же за электронное портфолио взялись. Негоже отставать от инновационных флагманов. Я думаю, понятно, что все эти действия и слова, которые были сказаны и совершены в разных уголках нашей страны, прошу заметить, и это я еще не все уголки перечислил, были сделаны и совершены при наличии единого и авторитетного центра, планов, приказов, а главное, при наличии тех, кто эти приказы отдает. Думаю, что это понятно. Ну а дальше события понеслись, как русская тройка, с губенцами в качестве оголтелых СМИ. В начале февраля блеснул эрудицией и заботой о благе народного образования 28-летний Боря Чернышов, который является, кстати, заместителем председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке. Министру просвещения Васильевой и руководителю департамента образования и науки города Москвы Клине уже готово письмо, готов запрос о том, чтобы рассмотреть возможность установления в Москве зоны альтернативной итоговой аттестации школьников, чтобы школьники могли сами выбирать, как они будут определять свою судьбу. Либо по формату написания экзамена повышенного риска, единого государственного экзамена, где за три часа будет решаться их судьба, либо планомерно участвуя во всей активности, развиваясь как всесторонняя личность, показывать свою конкурентноспособность и дополнительные баллы получать для того, чтобы поступать в любой вуз в Москве, да и вообще в стране. 14 февраля, на День всех влюбленных, ну, видимо, выражая свою большую любовь к делу народного образования, дал очередное интервью Собянин на инвестиционном форуме в Сочи. Там он раскрыл секрет успеха МЭШ корреспондентам агентства Москва, но, по сути, ничего нового не сказал. Признался, что на протяжении четырех лет не было особенных успехов, потому что наполнять МЭШ пытались сами. Ну а дальше, по признанию самого мэра Москвы, их озарила идея, и после этого тысячи педагогов обеспечили рост проекта в геометрической прогрессии. Растет в арифметической прогрессии. В геометрической? В арифметической. Так все-таки как же? А, ну теперь понятно. Кроме того, на форуме мэр сказал о том, что работа по наполнению МЭШ не стоит ни копейки, и что здорово было бы распространить все это на другие регионы, чтобы и остальные учителя запрягались в эту телегу и тащили ее в школьные классы. Ну а 20 февраля со своим ежегодным посланием выступил президент. К концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет. Скорость должна вырасти минимум в 400 раз. В 400 раз. Но именно это должно открыть ребятам доступ к урокам и лекциям известных преподавателей, к конкурсам и к олимпиадам, позволит им существенно нарастить свои возможности, осуществлять совместные онлайн-проекты со сверстниками из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа. 26 февраля Собянин продолжает пиарить МЭШ в Твиттере, на этот раз прозрачно намекая на то, что нужно будет в очередной раз обучать чему-то педагогам. На это реагирует агентство Регнум, справедливо указывая на то, что в таком серьезном деле, как МЭШ и электронное портфолио, никто и нигде до сих пор не спросил мнения родителей. Но это просто Регнум не в курсе, что там думают у Собянина по поводу родителей. У нас с вами проблемы в том, что при этом такие же остаются, что есть родителей, и основным тормозящим моментом развития и нормальной существования системы образования коллеги считают родителей. А также различные технологичные элементы, такие как группы в WhatsApp или в Viber, где родители собираются и пытаются каким-то образом поменять систему образования. Кроме того, Регнум, опять же, справедливо упрекает мэра в том, что не было организовано широкой общественной дискуссии. Грубо говоря, в том, что не спросили мнения учителей, врачей и других экспертов. Более того, агентство утверждает, и не доверять ему нет оснований, что посылало запросы в профильные ведомства. Мне бы, например, тоже хотелось узнать, как оно всё будет влиять на здоровье детей, тем более, что они и без этого днями напролёт просиживают с телефонами в руках. Или как это всё согласуется с нормами санпинов, которые имеют достаточно такие жёсткие ограничения на работу с мониторами компьютера. Но на официальные запросы Регнума профильные ведомства не ответили, что, согласитесь, само по себе уже о многом говорит. Так что информации о психологических и медицинских исследованиях у нас нет, к сожалению, и констатирует очевидное Регнум. Ну, если не принимать во внимание устных заверений самого Иса Калины о том, что они есть. От себя уже могу добавить, что нет абсолютно никакой информации на другие темы. Например, каким образом работа с МЭШ повлияет на работу механизмов воображения ребёнка, а главное, на формирование этих механизмов. Каким образом на его здоровье и развитие повлияет явное уменьшение работы мелкой моторики, ну, когда ребёнок рисует табличку, например, или стрелочки, да, теперь ему не нужно будет это делать, он просто будет тыкать и возюкать по экрану. Каким образом на его здоровье и развитие повлияет явное уменьшение количества слов, которые он будет употреблять, причём как устной, так и внутренней речи. А, например, механизм внутренней речи напрямую связан с формированием механизма самодисциплины и волевыми качествами. Ну и в качестве вишенки на торт последний вопрос. Каким образом работа с МЭШ повлияет на формирование его коммуникативных механизмов и качеств? Ну, попросту говоря, на то, как он общается с другими детьми. Всем привет! Дорогие родители моих одноклассников, я теряю своих лучших друзей, они становятся игроманами. Дело в том, что у наших детей в школе смартфоны, которые позволяют закачивать игры и лазить по всяким неприличным сайтам. А может ли работа с МЭШ повлиять на формирование механизма мышления, отчасти делая его клиповым? Ведь именно это является, если не главной и единственной, то уж точно основной причиной, по которому дети не способны к функциональному чтению. Ведь именно об этом постоянно говорит Васильева, правильно? Или что, на это тоже плевать? А кто сказал, что это плохо? Ну, если вот сейчас это факт такой, изменение мышления, то вот говорить о том, что мы не формируем умение вести там длинные красивые разговоры, а почему? Может быть, нам нужно как раз используя вот... Формировать точечное мышление. Формировать точечное мышление. Я уже не говорю о том, что возможность кому попало и как попало формировать материалы, на основе которых потом будут учить наших детей, может привести к культурному обрушению. Великий Ушинский, например, еще в XIX веке логично обосновал такую опасность культурного разрушения у дворянской аристократии. По его мнению, связано это может быть с иностранным элементом в воспитании наших детей. В отчете командированного для осмотра заграничных женских учебных заведений колледжского советника Константина Ушинского он писал. Одно, по крайней мере, теперь уже ясно. И именно ясно то, что, внося в женское образование чуждые иностранные элементы, придавая этому элементу такую силу, что он на свой лад перерабатывает женские характеры, мы содействуем могущественнейшим образом уничтожению национальности в семье, а через нее и в народной жизни, потому что семьи – суть именно те маленькие ключи, из которых составляется могучая река народности. Если в нашем образованном обществе так мало осталось национального, если справедливо в самом деле, что между этим образованным обществом и остальным народом выкопано в продолжении полутора ста лет непроходимая бездна, то этим мы преимущественно обязаны женскому воспитанию, которое как нарочно обыностранилось у нас гораздо больше, чем мужское. Наши пансионы, институты, с одной стороны, а с другой бесчисленные иностранные губернантки оказали громадное влияние на женскую половину образованного класса, а через него и на семьи этого класса, а через них и на весь этот класс. Жена, мать семейства, хозяйка дома, плохо выражающаяся по-русски и отлично с любовью говорящая по-французски, усвоившая все изящество французских манер и видящая во всех русских национальных особенностях нечто грубое и необразованное, по большей части религиозное, но в самом отношении к религии усвоившая какой-то католический аристократический оттенок. Понятно, что такая женщина вносила в свою семью, а через нее и в народный быт, гораздо больше чужого элемента, чем 20 мужчин, получивших все воспитание за границей. Но наших реформаторов и эти вопросы не задевают. Им не то, что наплевать на то, кто и каким образом будет готовить эти материалы. Они прямо заявляют о том, что нужно будет привлекать к этой работе иностранные компании. Например, об этом говорит сам Собянин 21 марта 2019 года на встрече с московскими педагогами. Вот мы с вами и повторили весь путь, который на сегодняшний день прошла новая система якобы образования, которую нам готовят. Осталась одна крайняя точка, которая лежит даже в недалеком будущем. На 14 апреля запланирован клуб «Портфолио вместо ЕГЭ», который пройдет ни много ни мало в рамках мероприятия высочайшего класса – Московский международный салон образования. Я делал об этом отдельную новость. В кураторах этого мероприятия есть, например, Васильева. Можете посмотреть у меня на канале, ссылку в описании я оставлю. Ну или просто сами зайдите на сайт и разберитесь. На сегодня все. В следующем выпуске мы с вами рассмотрим не менее интересные оставшиеся вопросы, ответы на которые позволят нам понять, какую же новую систему якобы образования конструируют наши реформаторы. Вы смотрели канал «Раковое образование». До свидания.